Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 29 декабря, и давайте посмотрим на графики евро и фунт. Увидим, что объемы торгов постепенно снижаются после рождественских праздников перед Новым годом. Как правило, волатильность хоть и остается на достаточно высоком уровне, но очень плохо работают уровни поддержки и сопротивления. Рынок, как правило, кидает из стороны в сторону, но никакого акцентированного движения не происходит. Нет у нас никаких важных фундаментальных данных. Вчерашние ожидаемые отчеты по индексу потребительских цен в Германии не выходили, как сегодня и не будет опубликован индикатор потребительской уверенности по США. Поэтому этот показатель неправильный и, скорее всего, что сегодняшний день пройдет также вокруг диапазона 22.17. Вчера, кстати, были от него хорошие покупки, точки входа все я разбирал и показывал, где он скрывает длинные позиции в своих прогнозах на сайте компании Instaforex. Поэтому, кому интересно, можете заходить, ознакомиться. Также у нас был образован сигнал на продажу евро, но сильного движения вниз не произошло. Там порядка 20-25 пунктов было. И на этом все закончилось. И видим, как пара постепенно опять же возвращается к сферселению 22.54 и уже будем опираться сегодня в принятии торговых решений именно на этот диапазон. Лишь закрепление выше 22.54 с тестом этого уровня сверху вниз образует хороший сигнал на покупку евро, после чего можно будет рассчитывать на обновление 23 фигуры. Вряд ли, конечно, это произойдет в конце этого года, но в целом низкий объем торгов может привести к такому сильному всплеску волатильности. От уровня 23.04 рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок. С коррекцией как минимум 25-30 минута внутренне, я думаю, будет вполне допустимо. Если мы формируем очередной ложный пробой на 22.54 вчера, к сожалению, мы немножко не дотянули до этого уровня, но пересматривать его я не буду. Считаю, что в принципе он будет актуальным 22.54 и 22.57, формирование сложного пробоя с возвратом под этот диапазон прямой сигнал на продажу. Ну и основной задачей медведей, конечно, будет возврат пары под диапазон 22.17. Если мы закрепляемся ниже этого уровня, то можно ожидать более крупного падения на 21.74, где покупки сразу на отскок. Формирование ложного пробоя на 22.17 на европейской сессии также будет сигналом на открытие длинных позиций. Но основной задачей, еще раз повторюсь, покупателей будет прорыв диапазона 22.54. Что касается британского фунта, то мы видим вот такую же пересмотренную картину вниз. Вчера были продажи, но, к сожалению, я в них с первого раза не вошел, так как не было у нас хорошего обновления этого диапазона уже с обратной стороны после пробоя. Но удалось дождаться его обновления уже ближе ко второй половине дня. И также, если кто помнит, я обозначал уровень 34.74. От него были просто отличные покупки британского фунта. И они себя отработали. На текущий момент все, что известно по соглашению, это то, что парламент Великобритании попросил Еврокомиссию о том, что рассмотрено будет на заседании мартовском соглашение. Утвердил он двухмесячное временное соглашение с Европой. Поэтому проблем быть никаких не должно. Попросили там в парламенте подготовить более детально для изучения все. И в начале марта будет проведет заседание Европарламента, на котором будет все это торговое соглашение с Великобританией рассмотрено. Но с 1 января все будет работать именно по тому, как и договаривались. То есть, в принципе, все в порядке. От парламента Великобритании пока новостей нет, но, скорее всего, и там никаких трудностей не будет. Видим, что на этом фоне фунт постепенно снижается, так как данных новых нет, ориентиров новых нет. Коронавирус в целом плохая ситуация в экономике. Требуются новые финансовые вливания. Все это, конечно, к концу года не прибавляет оптимизма. И инвесторы, трейдеры постепенно виксируют длинные позиции по британскому фунту. Сегодня рекомендую действовать на продажу от уровня 35.30 при формировании ложного пробоя. Здесь, видимо, средний скользящий, поэтому вполне вероятно, что выше этого диапазона не пустят. Ложный пробой продаем. Целью будет промежуточная середина канала, но основной целью нижней границы 34.33. Здесь рекомендую фиксировать прибыль. Продавать ниже этого уровня, на минимум, конечно, такая себе идея. Но если мы закрепимся, протестируем его снизу вверх, то в таком случае короткие позиции. И можно ожидать падения на 33.08. Здесь покупки сразу на анскоп. Если мы в первой половине дня идем сразу вниз на 34.33, то формирование здесь ложного пробоя. Сигнал на открытие длинных позиций. Но основной целью быков будет, конечно, закрепление выше 35.30. Что приведет к повторной высочей коррекции, к максимуму этого года. Это 36.15, здесь продажа сразу на анскоп. Всем удачи!